Дамы и господа, доброе утро, с вами Китинанс Брокер, у меня зовут Архивов Андрей. Обычно с утра мы с вами обсуждаем рынок. И с утра мы планы на предстоящий день. Сегодня у нас, да, в общем-то, как на этой неделе, пока ситуация проходит тихо и мирно, мы не видим никаких серьезных рыночных колебаний, ну, если не брать в расчеты отдельные бумаги, о которых мы сегодня поговорим, в частности, это, конечно же, Уралкалий. Вот. Но, в целом, рынок у нас выглядит спокойным, размеренным. И, в общем-то, пока никакие события на рынке его не тревожат. Вот. Ни выступление Эльвиры Медулиной, ни что-то еще, ни выступление нашего президента. Так, давайте, ну, давайте, как обычно, по стандартной схеме и поговорим потом о конкретике. Значит, вчера закрылись в плюсе. РТС плюс 1,6%. Ура, все растем. Америка тоже подросла, обновила свои максимумы. СМП плюс 0,5%. Доу плюс 0,2%. Как видите, судя по всему, за счет хай-тека в основном выросли. В Бразилии тоже в проценте. То есть, вчерашний день у нас был раскрашен зеленый цвет. А здесь сейчас торгуются разно направленно. Ни рыба, ни мясо. Ну, и, в общем-то, какой-то въятной динамики у нас тут не присутствует. То есть, из того, что хотелось бы отметить, да, наверное, это все-таки Австралия минус 0,5%, уже который день снижается. Такая же добывающая страна, как и мы. И это очень хорошо на фоне падающих коммодитис. Что касается коммодитис. Ситуация вроде как у нас стабилизировалась по каким-то инструментам. В частности, бренд у нас торгуется 78,5. С вчерашнего дня, в принципе, ничего у нас снова не произошло. И, собственно, то снижение, которое мы видели на доллар, оно, ну, я бы не сказал, что такое супер критичное. Все-таки мы сами, как видите, торгуемся примерно на одном и том же уровне. Уже сколько получается? Четвертый день. Да, четвертый день в районе 78 долларов за баррель. У нас торгуется нефть. Поэтому рынок у нас, в общем-то, спокойный. Никаких эксцессов нет. Атака на рубль закончилась. Пока разговоры, разговоры к этому у нас сходят. Если нет, то снижаются. Значит, валюты Emerging Markets в основном, конечно, снижаются по отношению к доллару. Снижение такое достаточно умеренное. Российский рубль, ну, там, минус 0,4%. Это, конечно, заметно. Но это не процент, не полтора. А в текущих условиях, на текущей волатильности рубля, плюс-минус 40 копеек. А 40 копеек это 1%, считайте, для нас нормальная волатильность. Поэтому плюс-минус 20 копеек, в общем-то, не критично. Что касается волатильности, вмененная волатильность на, так, давайте посмотрим сразу на 1 месяц, чтобы посмотреть до декабря, прошу заметить, снизилась. Снизилась, ожидаем, волатильность с 30% до 24%. Это значит, что опционы дешевеют, дешевеет премия за риск. Рынок закладывается на то, что уже такой волатильности, как в начале ноября, не будет. И сейчас рынок будет успокаиваться. Ну, да, вот, собственно, так, 1 час, зачем нам 1 час? Да, по месяцу у нас историческая волатильность 30%. Ну, собственно, тоже не слабо. И уже сейчас больше, чем ожидаемая. То есть, как раз тот самый факт, что... Да, если смотреть колебания последнего, исторические колебания последнего месяца, то рынок уже не планирует, что будут такие. Поэтому ожидаемая волатильность у нас меньше, чем реализованная. Меньше, чем последний, как я уже сказал, месяц. Ну, что так-то, что ситуация вроде как нормализуется. Это что касается рубля. Значит, ну, давайте поговорим о каких-то отдельных бумагах. Вчера антигероид дня у нас в Уралкалий. На шахте Соликамске произошло затопление рассолом, соляным раствором. И после такого уверенного роста на 3%, до практически там 190-188, на бумаге упали на... завершили день практически минус 10%. То есть, с хайов они скатились на 13%. Соликамское месторождение составляет около 20% мощности компании. И, соответственно, да, вот 20%, еще процентов 10, скажем так, Уралкалий у нас вниз может сходить для того, чтобы отыграть полную остановку этого месторождения. Причина затопления пока неизвестна. Уралкалий создал комиссию, которая это выясняет. Так что, ну, пока тут ничего не понятно. Лучше держаться этой бумаги подальше, но иметь ее в фокусе внимания. Потому что пока еще не было никаких провалов грунта, никаких серьезных катаклизмов, которые были, скажем, в 2006 году, в 2008, и, да, в свое время Уралкалий выплатилось 7,8 миллиарда на покрытие ущерба, и было построено отдельный путь железной дороги в объезд провала. Ну, пока, пока этим не похоже, что будет такой, такая, скажем так, катастрофа местного масштаба, но, тем не менее, шахта остановлена, и 20% у нас пока находится под вопросом. Поэтому тут Уралкалий у нас отыгрывает, отыгрывает этот момент. Объемы торгов, как видите, у нас максимальные аж на середину сентября 2013 года. Даже в этом году, в начале марта, когда у нас началась вся эта украинская канитель, такого объема, такого ажиотажа и распродаж не было. Как вы помните, ну, да, за последний год, тот самый большой объем, который сейчас наблюдаете на графике, где у меня стоит маркер, это, да, было связано с арестом генеральных директоров Уралкалия. Так что так, так что, ну, в общем, да, ситуация очень неприятная, но я хочу сказать, что пока неизвестно, что будет, какова причина, и что будет с шахтой, лучше бумагу в портфеле не держать, естественно. Но если, собственно, все это восстановится, у нас восстановится производство на шахте, тут, тут уже, конечно, можно подхватывать, поэтому именно держать ее в фокусе. Далеко, далеко ходить не надо, но хочу сказать, что несмотря на разовое падение отдельной бумаги, индекс МВБ у нас находится вблизи максимум этого года. Пока максимумы, конечно, не обновлены, но где-то вот, как видите, по индексу МВБ 1520, ну, сколько у нас там было в этом году максимум, ну, да, где-то 1533 пункта, практически пришли к нему, на объемы торгов, как видите, здесь у нас, да, на хаях были достаточно серьезные, но, на мой взгляд, это может быть и сокращение позиций по бумагам, тем более, что это все были вот такие вот отскоченные, отскоченные свечки. То есть здесь у нас, ну, пока на пробитие не пахнет. Снизу объемы у нас были так себе, а наверху большие, это значит, что, да, на разогнанном рынке рынок бумаги скорее продавали, чем пытались работать на их пробитие. Вот, ну и кроме того, ожидаемая волатильность в опционах на индекс РТС. Тут, конечно, есть большая, так, давайте лучше посмотрим RDI. Тут есть, конечно, большая заслуга доллара в том, что ожидаемая волатильность, так, да, вот, заслуга доллара в том, что ожидаемая волатильность не падает, 36% годовых размер колебаний, которые у нас закладываются рынком, исходя из цен опционов. Но хочу сказать, подчеркнуть в бумагах, где, которые, скажем так, очищены от оценки в долларах, например, на опционы на Сбербанк, на Газпром и, собственно, сам индекс МВБ, да, там ожидаемая волатильность практически такая же. То есть рынок пока еще не спокоен и сильные колебания закладываются, закладываются в ценных опционах. Так что так. Так что тут особо не расслабишься. Какой-то единой стратегии под опционы я бы сейчас, ну, вот именно что касается индекса МВБ, я бы сейчас, наверное, не выбрал. Единственный момент с индексом РТС, поскольку здесь есть долларовая составляющая, которая может отыграться в ближайшее время, да, покупка колов или там колл-спредов, в общем, лонг по индексу РТС для меня сейчас представляется достаточно интересным мероприятием. Так что так. Так что тут, товарищи, да, будьте бдительны и как вариант закупиться у нас тут присутствует. Ну и кроме того, мой любимчик, мой любимчик Сбер, сейчас значительно хуже рынка, еще раз повторюсь, сильно ниже 75 не падает, но и особой активности проявлять не хочет, конечно, тут давление со стороны доллара, банки у нас не выиграют при росте доллара, тут больше, конечно, фавори были компании добывающие. Ну и думаю, что, как я уже сказал, если к Новому году, к Новому году рынок у нас оживится, организуют какой-нибудь предновогодний ралли, то Сбер, я думаю, будет впереди планеты всей. Так что так, так что Сбер у нас сейчас, ну, кстати, как и Газпром, которого тоже у вас, если честно говоря, не очень, хотя он не относится к добытчикам, добытчикам. И, да, тоже может выстрелить, тут ему еще, ну, потенциально, скажем так, чтобы уравнять свои шансы с индексом МВБ идти куда-то в район, так, все, давайте посмотрим. Ну, 155, то, ну, да, тут особо не разбежишься, конечно, процентов всем от текущих уровней, но все-таки эта волатильность, которую мы наблюдаем на этих оставших бумагах, это тоже очень, очень приятно. Да, так что так, ну, про выросшие бумаги я уже говорить не буду, тут, тут поздно, поэтому оставлю без комментариев. Так, 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 вопросы. Я так чувствую, что кто-то держит префы Сбира в портфеле. Ну, Сбир, префы чувствуют себя чуть, конечно, похуже. Переоценка в рублях не изменилась, в долларах она, конечно, снизилась. То есть, пока вроде как перспективы банков у нас не оцениваются супер на предстоящей, на ближайшее время, с учетом того, что префы у нас сейчас хуже, чем обыкновенные акции, ну, я даже не знаю, пока, пока перспективы под вопросом, как-то волатильность у нас по префам не супер яркая, вот. Да, ну, куда-то, я думаю, что если будет хорошее движение, то куда-нибудь на 65 префы могут сходить до значительно ниже уровня начала года на Сбир, хотя его друг и товарищ ВТБ показывают хорошую динамику и держатся на ранее занимаемых уровнях. Так что так, так что, ну да, Сбир вообще должен, есть потенциал и должен выстрелить. Вот. Так, ну, основные моменты обсудили, про рынки поговорили, про рубль поговорили, про волатильность поговорили, нефть сказал, Урал-Кали обсудили, Сбир тоже. Вроде как все. Про Мосэнерго ничего сказать не могу, к сожалению, не фокусим моего внимания, скажу только, что сегодня у нас отчитывается наша родная биржа за три квартала прошедшего года, ну, посмотрим, будет, конечно, интересно, потому что, когда биржа в прошлом году выходила на IPO, показатели, по сравнению со своими коллегами западными, показатели по доходности на капитал, по выручке были значительно лучше при значительно меньших оборотах на рынке. То есть биржа, ее, конечно, можно по-всякому там ругать и говорить, что, ну, в общем, не важно, все мы с ней связаны, и как субъекты экономической деятельности, как компания, она в этом плане эффективна. Так что посмотрим, как за эти три квартала у нее изменилась структура выручки и что она заработала. Да, за 7, наверное, я с вами попрощаюсь, дамы и господа, встретимся с вами в пятницу в это же время в 9.40-9.45. Все, всем спасибо за внимание, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok